Каждому третьему омичу нужна подработка. К такому выводу пришла служба исследований портала по поиску работы HeadHunter. По данным аналитиков, с начала года число тех, кто ищет вакансии с частичной занятостью увеличилось. Кем выгоднее подработать в Омске, как избежать гнева основного работодателя и может ли дополнительная работа приносить денег больше, чем основная, расскажет Юлия Боброва. Амич Егор Морозов трудится сразу на нескольких работах, привык еще со студенческой скамьи. В будни работает инженером, в выходные помощником маляра. Готовит автомобили к покраске. Доход стабильный – 5-6 тысяч рублей за несколько дней работы. Приходится, потому что, чтобы был запас финансовый, чтобы можно было себе позволить что-то купить непредвиденное, съездить, отдохнуть. Эту подработку нашел, когда я обучился данному ремеслу. Тогда уже несложно. Если человек с руками, с головой, он, я считаю, всегда сможет найти подработку и всегда сможет увеличить свой месячный достаток. По данным аналитиков, каждый третий Амич сейчас ищет подработку. Предложений достаточно. Вакансии с частичной занятостью в Омске можно найти сотни. Проще всего подработать продавцом или маркетологом. Также можно давать частные уроки детям. Таких предложений тоже достаточно. Но еще чаще требуются разнорабочие. У них и зарплата повыше. Например, грузчику заплатят в 5 раз больше, чем фельдшеру. Самая выгодная вакансия с частичной занятостью в Омске – личный водитель, считают аналитики. Заработать можно до 80 тысяч рублей. На втором месте – грузчики. Им платят около 25 тысяч рублей. Это, кстати, среднемесячный доход Амича. Еще одно выгодное предложение – пеший курьер – 18 тысяч рублей. А вот тем, у кого есть специальные навыки, как ни странно, платят меньше. Например, фитнес-инструктор, работая 3-4 часа в день, за месяц получит в среднем 15 тысяч рублей. Системный администратор или телемаркетолог могут рассчитывать на 11 тысяч, продавец – на 10. Столько же те, кто дает уроки игры в шахматы. Замыкают рейтинг фельдшеры и уборщики. Подработка принесет им всего 3-4 тысячи рублей. Найти, куда устроиться – полдела. А вот как к этому отнесется основной работодатель? Все требования, которые на ровном месте высказывает работодатель, своему работнику, что я не хочу, чтобы ты работал, если это никак не мешает производству, они незаконные. Поэтому даже внесение этих требований в договор будут незаконные. Конечно, есть определенные ограничения. Еще раз повторюсь, что это могут быть государственные служащие, военнослужащие, органы внутренних дел, даже у тех же адвокатов. Если вам не запрещено по закону трудиться в свободное время, и если это не помешает основной работе, можно приступать к поискам. Но при этом внимательно читайте описание вакансии. А при трудоустройстве заключайте договор для собственной безопасности. Юлия Боброва, Константин Демиденко. Новости. Здесь Омск.